Нужен ли коренным народам паспорт с графой «Национальность» и стоит ли создавать Министерство по делам национальности в России? Эти и другие вопросы обсуждали на круглом столе по развитию межнациональных и межконфессиальных отношений на территории Ненецкого округа. В качестве эксперта в области государственной национальной политики на круглом столе выступила представитель Ассамблеи народов России. Вкладыш в паспорте с указанием национальности, необходимость или прихоть – этот вопрос в последнее время активно обсуждают в России. Противники национального паспорта против государственных льгот, которые, по их мнению, станут получать обладатели документа. С точки социального равенства народов это несправедливо, считают они. Другие говорят, графа «Национальность» нужна только тем, кто ведет традиционный образ жизни. Таким образом, паспорта помогут органам власти в реализации программ по поддержке коренных народов. Происходит подмена понятий в этом отношении, когда люди одной национальности претендуют на другое. И органы государственной власти попадают в тупик, в тупиковую ситуацию. И это надо, в первую очередь, именно органам государственной власти. Вот это вкладыши, определение национальности. По мнению журналиста и общественника Ирины Ханзеровой, национальный паспорт необходим в первую очередь как инструмент статистики. Переписи населения, которые проводятся раз в 5-10 лет, не дают актуальной информации. В постперестроечное время стали исчезать народы коренные. И мы сегодня не знаем, сколько у нас, например, Тафаларов, сколько у нас, например, Югагиров, Орочи или Ораков. Я считаю, что просто людей надо сосчитать. Люди, народы вымирают, а мы до сих пор не знаем, сколько у нас осталось представителей того или иного народа. Национальный паспорт – только один из вопросов, активно обсуждаемых на круглом столе. Председатель Совета Ассамблеи народов России предложила в каждом муниципальном образовании организовать общественный совет по межнациональным отношениям. По словам Светланы Смирновой, таковы сегодня требования государственной национальной политики. В Ненецком округе с благоприятной обстановкой в плане межнациональных отношений такой необходимости нет, считают общественники. Это стремление забюрократизировать всё и вся. Когда регламентируется работа, она становится работой для галочки, а не по существу. Поэтому какие-то такие жёсткие требования создать везде постоянно действующие некие советы, их и так чрезвычайно много. И у нас энергия часто уходит в слово, а не в дело. Жители многонационального региона не видят необходимости и в Министерстве по делам национальности. На эту тему предложила порассуждать Светлана Смирнова. Новый орган государственного управления предполагают создать для координации всей деятельности в области национальной политики. Ссылаясь на опыт советской системы, Вячеслав Карипанов высказал своё видение в решении этого вопроса. Был у нас Совет национальности, Верховный Совет СССР. Вот к этой идее, я считаю, что нужно вернуться и действительно сделать такой Совет национальности. Вот этот орган, это будет действенный орган, он будет законодательный орган, и он будет действительно защищать интересы. А всё остальное пускай делают регионы, пускай делают республики. Все предложения участников «Круглого стола» будут учитываться при формировании деловой повестки Ассамблеи народов России. Кроме того, Ненецкое региональное отделение, созданное в августе этого года, будет активно сотрудничать с главным офисом. Мой заместитель Ирина Владимировна Голанова готова сюда прилететь и обучить представителей общественных организаций, как правильно сформировать, подготовить свои проекты для участия в конкурсе на получение президентских грантов. Участниками обучающего семинара могут стать члены землячеств, национальных объединений, диаспор и других общественных организаций. Подобные семинары планируется проводить и в следующем году. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север».